всем привет мои хорошие в этом видео будем с вами тестировать новинки фаберлик по второму каталогу а начнем не с новинок а с лака сделала маникюр вот этим вот лаком лучший сценарий мне очень понравилось кстати он такой не жидкий не густой и знаете такой вроде как хмелион а под разным освещением он немножко играет по-разному не жидкий не густой но в то же время как что он как-то прям быстро схватывается быстро застывает то есть надо быстренько наносить лак на пластину иначе схватывается уже и прям застывает да действительно застывает сейчас покажу вам поближе вот девчонки при естественном освещении как он выглядит много много такого как шиммера у меня два слоя здесь потому что она ногтевая пластина не идеально ровная на первый слой не так и его равнивал как хотелось бы поэтому вот здесь вот так вот два слоя очень красивый такой нежненький оттеночек мне прям понравился это у нас артикул 7317 красивый такой естественный цвет когда устали тоже отчета яркого как и я прям смотрится очень достойно теперь запускаем бомбочку щенки она невероятно пахнет просто это какой-то восторг если бы так пахла вся линейка было бы вообще супер но это что-то с чем-то вот эта вишневая кислинка вообще потрясающе на запускай посмотрим как шипит до шипит классно шипит классно до камера немножко не передает а так шипит очень классно средства для интимной гигиены кстати попробовала несмотря на то что аромат не айс да она очень нежные деликатные никакого абсолютно дискомфорта сухости ничего такого не вызвало поэтому по своим свойствам да очень даже неплохо смотрите какой то вот как масло что ли на поверхности плавать до вода стала розовый достаточно ярко розовый камера не передает почему-то достаточно ярко розовый и какой-то вот как маслица мне интересно прям даже что там по состав аромат ванной классный вот этикеточку читаю что тут у нас состав содиум бикарбонат цитрикоцит морисолт глицерин соевая глицерин соя ойл маслица какой-то все-таки есть фруктовый экстракт сок чего-то и все не знаю жалко конечно что на латыни в руки до сих пор пахнет запах обалденный так девчонки теперь настала очередь мочалки который прям мой обалденным ароматом обладать час мы намочим ее начинаем вспенивать да будет у нас пена ну-ка котенна попень и ручками вот получается вот двумя руками да вот девчонки появляется пена ее много очень пахнет она обалденно да вообще вот смотрите ее много и как бы можно мылиться мочалочка очень нежная для тех кто не любит агрессии да мыло не нужно всего мы моча сказал я очень понравился стоит мочальца говорит буду мда нежная буду мыться и каждый день в то же время ей спинку потёрла говорит прям так здорово чешет спинку так приятно да и пенка будем брать еще такие мочалки цена вполне адекватная мне тоже очень понравилось я бы сама такой помылилась вот этот лаймовый сорбет вообще запах обалденный день следующий девчонки соседка разрешила моя дорогая любимая воспользоваться кремом гардериком нам ничего не забрала сейчас мы с вами попробуем я уже умылась очистила лицо протонизировала масочку сделала все как положено сейчас будем тестировать санкрем я все время забываю надо посмотреть в каталоге в баночках у нас по моему с вами для нормальной кожи крема а в тубах вот в таких вот мягких да по моему для жирной если я не ошибаюсь может быть наоборот надо посмотреть кстати по молочку молочко ли крем классно мне очень понравилось она слегка увлажняет если для зимы маловато есть лайфхак такой девчонки я когда мне крема не нравится они не питательные еще что-то я добавляю к ним витамины допустим а и вид капсулку раздавить или жидкий витамин а или е да или капсулку е так как здесь у нас формат такого крема для рук и не очень удобно туда раздавливать витамин можно воспользоваться шприцом обычно шприцом набрать туда витаминчик жидкий и через вот эту дырочку залить вот так поболтать и тогда ваш крема обогатиться еще больше будет еще более питательным и полезным так ну что пробуем с вами кремушек дневной кардельку потом пойдем кушенчики сравнивать и тени вот так посмотрим как он на моей коже сыграет а я вам оставлю свой потом обязательно через несколько дней использования спрошу у нее насколько он ей понравился для возрастной сухой кожи и тогда в обзоре каталога вам расскажу ну я не чувствую его на лице никакой пленки ничего абсолютно достаточно плотный но в то же время быстро впитывается мне нравится себе такой брать холодное время суток он увлажняет слегка питает но он не весом никакой пленки на коже я не чувствую хотя моя кожа но на такие вещи быстро реагирует лицо пока слегка поблескивает но жирности никакой нет это такой знаете блеск увлажненной кожи не жирный сейчас посмотрим пройдет несколько минуточек хожу так и посмотрим пока мне нравится по текстуре он мне знаете какой крем напомнил эксперт лайк с ретинолом крем именно да вот по текстуре он не напомнил кто-то говорил он жарноват кому-то для моей комбинированной летом кожей нормальный сейчас он был просто прекрасен на зиму вообще просто потрясающе и кожа его съедала моментально и все отлично не пересушивайте свою кожу девчонки говорить когда крем жирноват пусть лучше лицо поблескивает чем она будет сухим сухое лицо стареет быстрей жирное лицо стареет медленнее лучше крема по питателю но естественно выбирать которые не будут утяжелять вашу кожу не буду сбивать ваш пор это все понятно но лучше пусть будет на лице легкий блеск чем вас ваша кожа будет сухой сухая кожа стареет в десятки раз быстрее жирной он практически впитался и уже практически нет никакого блеска крем великолепный в то же время кожа увлажненная мягкая нежная бархатная напитанная аромат у него кстати классный мне нравится все отлично ко мне очень понравился крем девчонки вообще я прямо рекомендую романтики стала специально на естественное освещение как ну чтобы показать вам давайте сначала сравнивать два кушона вот они сейчас по цвету хотя бы посмотрим потому что мне кажется они идентичны с осел так да да девчонки они по цвету идентичные темный оттенок baby face и осел они по цвету идентичные видите здесь немножко по-другому и играет цвет потому что тут белая до упаковка здесь сиреневая а так вот я на них смотрю они по цвету идентичны они оба желтят то есть если вы белоснежка берите baby face светлый оттенок так пробуем на одну с вами половину наносить осел он мне уже такой потасканный и уже тут только по бокам выдает продукт но выдает так мне зеркальце у меня тут есть зеркальце наносим зеркальце это мой оттенок я люблю он подстраивается потом и на коже у меня желтым совершенно не выглядит но если вы светленькая то лучше конечно выбрать светлый оттенок baby face потому что осел у нас только в одном оттенке мне кажется это одно и то же девчонки если честно но сейчас нанесем и посмотрим перекрывает он хорошо и сейчас еще включу ламп посмотрите при естественном освещении так половинку носа вот вокруг носа сейчас краснота бывает все перекрывает отлично поры затирает они становятся незаметными так половинку лба с вами ровно сейчас намажем такими вот вдавливающим движением он абсолютно невесом на лице абсолютно не виден и я вам уже говорил что не отпечатывается не на телефоне не на одежде и сидит весь день до глубокой ночи как в литой так нанесли осел теперь берем baby face наносим на вторую половину лица то же самое время не стоит на месте компания развивается вводит новые линейки но я как бы свой вывод и те кто фаберлик уже давно сделала так же как и с тенями галактическое путешествие то же самое с кушенными просто переливают продукт в другую упаковку такая же перекрывающая способность то же самое с порами он затирает все то же самое абсолютно девчонки поэтому берите любой так все то же самое и цена у них одинаковое и эффект у них одинаковые абсолютно девчонки свет включу не знаю изменить что или нет изменилось у вас что-нибудь солнышко еще светит то же самое по поводу теней 52 31 по моему галактическое путешествие вчера кто-то с девчонок у меня спрашивал вот в этом же оттенки что и новые тени новые тени дизет даймонд 5783 вот они абсолютно идентичные два оттенка красим зеркальце возьму тоже маленькая это новые тени я выйду вам покажу еще на балкончик получше чтобы вы понимали о чем идет речь так это новые тени у нас с вами и теперь старые галактическое путешествие не у меня уже наверное полтора года их осталось там совсем чуть-чуть отправлю их потом пустые баночки они немножко стали погуще уже потому что ну столько времени они у меня естественно один в один никакой абсолютно разница только то что они стали погуще потому что давно у меня лежат да а так один в один и оттенок и покрытие абсолютно идентичная да я вам еще сейчас на руке сделаю сводчи и покажу тогда вот видно девчонки они никак абсолютно не отличаются поэтому но пока есть возможность пока не вывели галактическое путешествие да кто хотел жидкие тени берите его она дешевле в прошлом каталоге в этом каталоге вам со скидкой я смотрел вчера 179 рублей они со скидкой уже а так 229 но все равно подешевле может быть на них будет еще акция вот свет включила они абсолютно одинаковые что кушон и что тени так сейчас делаю вам сводч потом при естественном освещении на балкончике там получше будет видно солнышко еще светит я вам покажу они у меня просто уже густоваты и и конечно их до конца не используешь потому что можно конечно запаску вытащить и использовать но все равно мне кажется кисточка до всех стен доставать не будет так что девочки мои хорошие кто ждал отзыв на кушон и они одинаковые только вот с цветами если baby face можно выбрать цвет то васи улья вы уже цвет не выберете то есть вот эти новые тени не жиденькие они так жиденько ложатся да а эти они у меня уже почти почти засохли здесь их уже мало они ложатся так погуще а так все то же самое абсолютно одинаковые оттенки просто девочки перелили в другую упаковку сделали подороже потому что это серия глэм ти вот выводы делайте сами я вам свое мнение рассказала вот смотрите на лицо без солнышка при естественном освещении да на тени и и на солнышке никакой разницы абсолютно не между тенями не между кушонами очень теней внизу старые галактическое путешествие вверху новые тени галантим вы видите разницу девчонки ее просто нет абсолютно на солнышке солнышко где-то где-то солнышко поймать вот на солнышке так что вот так мои хорошие я разницы не увидела между продуктами которые мы с вами сегодня тестировали решать конечно вам кушоны в принципе без разницы потому что цена не отличается вот тени все-таки цена отличается есть разница по объему по объему они одинаковы смотрите девчонки я только сейчас поняла смотрите они заменили крышку вот эту блестящую штуку а внутри смотрите стекла сам флакон он остался такой же формы как и галактическое путешествие видите вот такой вот овальный и они абсолютно одинаковый размер абсолютно одинаковые по объему видите он скругленный тоже такой же абсолютно одинаковый так что это абсолютно тот же самый продукт просто другая линейка поэтому возросла цена все дорожает маркетинг т.д. и т.п. тени галактическое путешествие практически сразу застывают они у меня держатся тоже сутки никуда не деваются видите все они застыли за что я их и люблю именно этот оттенок особенно все они никуда не денутся не с ваших глаз не съедут никуда но только если вы наносите вот так их пальчиком если наносите кисточкой толстым словом он будет у вас заламываться в складке будет выглядеть очень некрасиво а вот так пальчиком растушевать получается очень нежненько аккуратненько и особенно для возрастного века мне кажется вот этот оттенок он подходит потому что омолаживает освежает ну вот и все мои хорошие на этом видео буду заканчивать надеюсь она вам было интересно и полезно пишите свое мнение по этому поводу я с вами прощаюсь до следующих роликов всех люблю целую всем пока пока